МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Предвыборная гонка за депутатский мандат. Каким должен быть народный избранник? Рассуждают гомельчане. Открытый диалог с населением. На этой неделе Речицу посетил первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Роженков. Содержать лесной фонд в чистоте и порядке. Как на местах выполняется поручение председателя облсполкома Геннадия Соловья. Карта гостя. О преимуществах национальной дисконтной программы, которой несколько месяцев назад присоединился Гомель, наше воскресное интервью. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. В Беларуси продолжается предвыборная кампания. Претенденты на депутатский мандат встречаются с населением. Знакомят избирателей со своими программами на страницах газет, в эфире радио и телевидения. До 31 октября ежедневно по будням с 19 до 20 часов их выступления будут транслироваться в эфире телеканала «Беларусь-3». Выступления в эфире радио «Гомель-ФМ» запланированы с 28 октября по 6 ноября. А что сегодня думают о потенциальных кандидатах сами избиратели? Какими качествами должен обладать претендент на депутатский мандат? Эти вопросы мои коллеги задали гомельчанам. Чтобы умело общаться с людьми. И самое главное – контакт найти с человеком. Он обращается с просьбой. У него уже есть какая-то проблема или беда, не дай бог. Зачастую приходишь к чиновнику. И поучиться бы тебе, как с людьми общаться, разговаривать. И доброе слово иногда лечит. Ну, это одно из качеств. Конечно, профессионализм. Человек должен знать не только свою сферу, откуда он пришел к депутатам, но и общую тему. Порядочный, ну каким, честным. Партийная принадлежность имеет значение? Ответственным, да. Партийной принадлежности. Ну, как по мне, так нет. Надо, чтобы он был, так скажем, человек и людей защищал. И государственные интересы учитывал. Потому что многие думают, что личные вопросы надо решать. Нет, надо решать и государственные вопросы. В первую очередь, любить людей, любить свою страну, свой город, заботиться о том, что, где мы живем, в каких условиях мы живем. Заботиться о будущем, о детях думать, о том, что мы оставим нашим детям. В будущем. Во-первых, справедливость. Во-вторых, ответственность. Он должен быть ответственный. Если он берет на себя какие-то обязательства, то он должен их выполнять. Ну, умный. И он должен соответствовать. Знания его должны соответствовать тому уровню, которым он будет заниматься. Вы смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4». Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Первый заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Максим Рыженков посетил Речицу. Центральным событием рабочей поездки стало посещение открытого акционерного общества «Речица-Древ» и встреча с его коллективом. С самого начала разговора Максим Рыженков подчеркнул, закрытых для обсуждения тем быть не должно. Охрана окружающей среды и перспективы развития белорусской энергетики, ремонт дорог и развитие социальной сферы. Еще один вопрос касается перспектив трудоустройства. Как найти рабочее место в условиях технического прогресса и все более широкого внедрения IT-технологий? Встреча с трудовым коллективом открытого акционерного общества «Речица-Древ» продолжалась более полутора часов. За это время присутствующие успели обсудить целый ряд вопросов и высказать свои мнения на события, которые происходят в обществе. Первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков подводит итоги. Этот разговор можно назвать полезным для всех. В рамках Дня информирования населения Гомельскую область посетил вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев. Он встретился с трудовым коллективом завода «Коммунальник». Владимир Кухарев отметил, что после запуска белорусской атомной станции теплоснабжение жилых домов будет переводиться на электроэнергию. А это значит, что потребуется соответствующее оборудование в значительных объемах. Гомельский коммунальник может найти здесь свою нишу. Во время визита в горы с полком Владимир Кухарев говорит, что свои проблемы есть у каждого города. Главное, насколько эффективно они решаются. В Гомеле это получается немного лучше, чем в других областных центрах страны. Подтверждение чему – вручение городу вымпело победителя республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси. За последние 8 лет Гомель получает такую награду в пятый раз. В Гомеле подвели итоги работы региона за 9 месяцев текущего года. Прошедшие три квартала отмечены хорошими показателями по экспорту товаров и услуг организациями и предприятиями области. Есть позиции, по которым имеется значительное перевыполнение. Так, прямые иностранные инвестиции превысили 64 миллиона долларов США при прогнозе 45. Плюс 12,5% к плану по линии экспорта товаров и плюс 8% экспорта услуг. Гомельская областная клиническая больница отметила свой юбилей. В честь праздника в учреждении прошло торжественное собрание для сотрудников и почетных гостей. История областной больницы началась в 1944-м, через год после освобождения Гомеля от фашистских захватчиков. Она была рассчитана на 225 коек. Сегодня это крупнейший в регионе многопрофильный стационар, оказывающий медицинскую помощь жителям Белоруссии и иностранным гражданам. Сейчас в учреждении работает 380 врачей и 750 человек среднего медицинского персонала. Ежегодно они помогают 200 тысячам пациентов. Каждый день здесь проводится около 30 операций. Кроме этого, с этого года на базе областной больницы начали оказывать новые виды медицинской помощи. Очистка лесов от мусора, вывоз на перерабатывающие предприятия древесины, образовавшиеся в результате борьбы с короедом, и новые посадки в населенных пунктах Гомельской области. На этой неделе в регионе продолжилась активная работа по наведению порядка на земле. Кстати, о ее важности и необходимости на аппаратном совещании говорил председатель облсполкома Геннадий Соловей. Наши корреспонденты поинтересовались, что реально делается на местах. Новый мусороперерабатывающий завод в Гомеле планируют построить в следующем году. Проектная мощность нового комплекса составит 180 тысяч тонн отходов в год, что в разы больше той, что имеется у существующего завода. Правда, выполнять свои функции в полном объеме предприятие сможет при одном условии. Сюда будут поступать отсортированные отходы. К сожалению, пока говорить о реализации этой идеи, похоже, не приходится. Подтверждение чему ситуация в лесах, куда население все еще свозит всю ненужное сдач и частных домовладений. Уборка мусора. Сегодня с этого начинается практически каждый рабочий день работников лесничеств. Конечно, отвлекают нас от работы. Тут постоянно мусор выбрасывается, и приходится отвлекаться на уборку. Вместо того, чтобы там садить лес, уходы делать за культурами какие-то, приходится чуть ли не ежедневно выезжать и убирать съезды эти от выброшенного мусора. В лесу, да, уже люди боятся, опасно, потому что везде камеры и шанс попасться. Почему люди не могут довезти мусор в город и выбросить его в соответствующий контейнер? На этот вопрос лесники точно ответить не могут. Скорее всего, говорят, проблемы с воспитанием. При этом часто существует возможность установить личность нарушителя. У экологов на этот счет разработана целая система. Кое-кто из недобросовестных граждан уже даже штрафы заплатил, причем немаленькие. Это 50 базовых величин на человека. И пусть не думает гражданин, что когда он разместил пакет и уехал, остался незамеченным, невыявленным, его не сняла фотоловушка или в его отходах масса находится чеков, квитанций и так далее, позволяющих потом, впоследствии, установить личность того, кто это сделал, и, соответственно, принимать меры, независимо от того, пойман он на месте с поличными, либо нет. Впрочем, только уборкой мусора наведение порядка в лесах не ограничивается. В следующем году в Гомельской области планируется провести лесовосстановительные работы на площади 16 тысяч гектаров. К сожалению, неблагоприятные климатические условия прошлых лет привели к падению уровня грунтовых вод. В результате сосновые насаждения ослабли, и были созданы благоприятные условия для развития стволовых вредителей, в частности, вершинного короеда. В течение трех последних лет зафиксировано массовое усыхание насаждений, при этом наиболее масштабное в Гомельской области. Пик усыхания пришелся на 2018. В нынешнем году объемы снизились более чем в два раза. В 2017 году была стратегия выбрана. Был подготовлен совместно с Институтом леса, совместно с Министерством лесного хозяйства, алгоритм действий по борьбе с вершинным короедом. И он и применяется и в 2018, и в 2019 году. Он практически остался тот же, потому что прописаны все действия, которые должны приниматься для борьбы с вершинным короедом. И результаты получились достаточно неплохие. Мы в этом году увидели снижение как по площади, так и по количеству очагов, и по количеству особей вершин на короед, то есть по короедному запасу. Значительный урон лесам региона в этом году нанесла стихия. Эти кадры сделаны в августе 2019-го. Наиболее пострадавшим оказался Гомельский лесхоз, где ураган уничтожил 360 гектаров леса. Это сопоставимо с территорией, которой навредил короед. Теперь всю эту древесину, которая, кстати, пригодна для промышленной переработки, необходимо вывести на соответствующее предприятие. Окончательный срок выполнения задачи – 1 декабря. Однако в Гомельском лесхозе намерены завершить работу раньше. Что касается освободившихся площадей, то здесь посадят новый лес. В принципе, буреломные лесосеки все разработаны. Сегодня идет окончание вывозки древесины, подготовка почвы под лесные культуры. Полы на площади. В этом году мы уже сделали подготовку почвы и посадили лес. На остальной площади идет окончание очистки лесосек, подготовки почвы. И весной следующего года будут посажены новые лесные культуры на оставшихся землях после бурелома. Впрочем, только наведением порядка здесь уже не ограничиваются. Планируют увеличить объем выращиваемого посадочного материала для озеленения городов и районов региона. Горроисполкомам предложено заключить лесхозами долгосрочные договоры на выращивание саженцев для населенных пунктов с указанием конкретных пород, количества и размеров. Хотя все понимают – это длительный процесс. Для подготовки саженцев, которые практически гарантированно приживутся в городской среде, необходимо до 10 лет. Кроме того, в лесных питомниках можно доращивать посадочный материал из других источников. Задача тем более важная, что количество деревьев, необходимых для посадки в населенных пунктах, исчисляется десятками тысяч. Соответствующая работа началась и обязательно будет продолжена. Сегодня Кожуро-Советская организовывает посадку деревьев около 100 штук. Озеленяем микрорайон 59-й. План по этому микрорайону Кожуро-Советского – около 650 деревьев. И такая статистика. Сегодня в лесных питомниках насчитывается 54 вида деревьев, общим количеством 25 тысяч штук и 92 вида кустарников. Кроме того, в каждом лесхозе определены деревья для изъятия их из леса. Их общее число превышает 30 тысяч. Возможности для реализации запланированного есть. Насколько их получится воплотить на практике – покажет время. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. На следующей неделе в Гомеле пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с инсультами. По выражению самих медиков, это чрезвычайно коварная болезнь, которой подвержены люди абсолютно любого возраста. Для лечения инсульта в 2004 году на базе областного госпиталя инвалидов войны был открыт Центр реабилитации постинсультных больных. С работой этого учреждения и планами по его дальнейшему развитию ознакомились наши корреспонденты. Сегодня Дмитрий Шамра приходит в отделение реабилитации постинсультных больных для прохождения восстановительного курса. Теперь у него все в порядке. Он снова работает и строит планы на будущее. Однако два года назад все было не так однозначно. 3 января 2017 года мог стать для Дмитрия днем, который бы разделил жизнь на до и после. Бежал вечером, стало немножко плохо, померил давление на фоне гипертонии. Повышенное было давление и начал отнимать ногу и постепенно руку. Сегодня Центр реабилитации постинсультных больных уже есть в нескольких городах Гомельщины. Однако начиналось все с областного госпиталя ветерана войны. В значительной степени это была вынужденная мера. Ежегодно в регионе инсульт переносит более 5000 человек. Вначале было очень тяжело, потому что это первые шаги в нашей области. И опыт реабилитации у нас ни у кого не был. И то, что мы создавали все с нуля, и тренажеры приобретали, и специалисты проходили стажировку, обучение, первые годы было тяжело. Теперь, конечно, за эти годы мы наработали свои методики, создали очень хорошую базу, очень хорошие тренажеры, залы для реабилитации, инструкторы к нам все пришли, хорошо обученные уже с высшим образованием. И теперь мы являемся одним из лучших центров в нашей области и республике в том числе. Медики называют инсульт чрезвычайно коварной болезнью. Стопроцентно застраховаться от нее практически нельзя. Однако заняться профилактикой не повредит. Курение, высокое артериальное давление, неправильное питание и низкая физическая активность. Если исключить эти четыре причины, риск заболевания инсультом снизится на 88%. 70% инсульта начинается с трех признаков. С нарушения речи, слабости в конечностях и асимметрии лица. Поэтому есть три хорошие пробы, которые позволяют эти нарушения выявить. Мы просим человека поднять вперед руки. Если одна рука опускается, мы вызываем скорую помощь. Просим его улыбнуться и смотрим, как расположены его складки. И третья проба – это попросить назвать свое имя. Если у человека каша во рту, то необходимо как можно скорее вызывать скорую помощь. 29 октября в Гомеле пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с инсультами. На пяти площадках, расположенных в учреждениях здравоохранения и здании нового универмага, студенты медицинского университета предложат людям пройти экспресс-медицинское обследование, которое позволит узнать о предрасположенности к инсульту. Возможно, кому-то эти знания позволят сохранить не только здоровье, но и жизнь. Есть специальные шкалы. Они очень простые, и пациент сам может заполнить эту шкалу и узнать, какой у него риск инсульта. Для этого нет ничего сложного. Необходимо знать свой вес, рост, наличие артериальной гипертензии и есть ли атеросклероз или нет. Дополнительными обследованиями являются УСИ брахиоцифальных сосудов. Это УЗИ сосудов шеи. Его достаточно просто пройти по направлению поликлиники. Сегодня Гомельское отделение реабилитации постинсультных больных оснащено самым современным оборудованием. Причем восстановительные процедуры рассчитаны на пациентов всех возрастов. К сожалению, инсульты бывают даже у малышей. Что касается эффективности местной медицины, через три недели около половины пациентов отделения восстанавливаются полностью или частично. Привезли, полежал сутки в реанимации, две недели в неврологии и перевели сюда 21 день в реабилитации. Потом повторная реабилитация и постепенно-постепенно восстановился полностью. Был полный порез ноги, не ходил, начинал с ходунков. Но сейчас хожу, работаю. Нет никаких осложнений. В этом году в Гомельском областном госпитале инвалидов войны сделали еще один шаг в углубленном лечении инсультов. Здесь началось строительство операционной, где больным будет оказываться помощь на самом современном уровне. Подобное учреждение Беларуси сегодня есть только в Минске. До конца года планируется завершить строительные работы. В следующем здесь установят и ведут в эксплуатацию оборудование. Однако эксперты подчеркивают, даже при самом современном оснащении без партнерства никуда. И речь здесь не только о самих пациентах, но и о полностью здоровых людях. Забота о своем организме – вот главный критерий успешного противостояния нашествию инсультов. Олег Сентюров, Маргарита Котова, Евгений Макеенко. Новости недели. Все включено или практически все? Несколько месяцев назад в Гомель пришла национальная дисконтная программа «Карта гостя». Она обещает туристу максимум комфорта при путешествии по Беларуси. Обладатель карты получает скидки на посещение большей части топовых достопримечательностей страны. Единственный минус – за карту придется заплатить. Окупятся ли вложения? И какие туристические объекты Гомельщины больше всего пользуются популярностью у туристов? Об этом наше традиционное воскресное интервью с координатором проекта «Карта гостя» Ольгой Гончаровой. В июле этого года в Гомель пришел национальный проект «Карта гостя». Ольга Валерьевна, расскажите о его концепции. Да, действительно, Гомель Облтурист стал официальным представителем проекта «Карта гостя». Основная концепция данного проекта направлена на то, чтобы привлечь в Республику Беларусь зарубежных туристов. Ну и, конечно же, продвигать белорусскую культуру на мировом рынке. Значит, данная «Карта гостя» включает в себя более 700 объектов. Это музеи, парки, аквапарки, зоопарки, кафе, бары, рестораны, гостиницы, пункты проката велосипедов и так далее. В рамках Гомельского региона таких объектов на сегодняшний день, которые включены в проект «Карта гостя», более 80. И работа по включению постоянно продолжается. Другими словами, чтобы было более понятно нам, зрителям, нам, туристам, это некая дисконтная программа для тех, кто приезжает в регион? Существует несколько видов и форматов карт. Это VIP-карта, бизнес-карта, премиум-карта, люкс и эконом-карта. Ну, я для примера могу вам продемонстрировать карту гостя эконом-класса. В чем ее суть? Значит, срок действия 12 месяцев. На протяжении 12 месяцев вы можете посещать в рамках Республики Беларусь те музеи, парки, зоопарки, которые включены в данный проект по скидкам. Где узнать о тех объектах, которые включены в список? Перечень тех объектов и размер скидки вы можете всегда посмотреть на сайте minskpass.by, потому что размер скидки, он тоже варьируется от 10 до 50%. Размер скидок на кафе, бары, рестораны, гостиницы составляет от 5 до 20%. Тоже конкретно по той либо иной гостинице, по той либо иной точке питания вы можете тоже всегда на сайте в свободном доступе обратиться и посмотреть. Говоря про затраты на карту, уверен, многие спросят, насколько это финансово выгодно? Смотрите, стоимость карт варьируется в зависимости от наполняемости ее от 9 до 69 белорусских рублей. То есть, как говорится, на любой вкус и кошелек карта имеется. И в целом любая карта, если вы планируете посещать несколько объектов, она будет вам рентабельна. И вы после посещения 5-7 музеев Республики Беларусь, ту сумму, которую вы заплатили за карту, в принципе, себе вернете. И в завершение интервью, Ольга Валерьевна, какие объекты сегодня пользуются наибольшим спросом здесь, в Гомельской области, у зарубежных, возможно, в том числе и у местных туристов? Ну, говоря о городе, ключевая точка – это дворцово-парковый ансамбль. Все туристы отмечают его неповторимость, его внешний вид и, конечно же, наш несравненный парк. Если мы будем двигаться на ветку, это музей старообрядчества, где собрана уникальная коллекция икон и рукописных книг. Красный берег – это уже мы движемся с вами на Жлобинский район, Туровщина, Национальный парк Припятский и так далее. То есть каждый турист, как зарубежный, так и местный, найдет для себя тот объект в Гомеле или Гомельской области, который привлечет его внимание. Позвольте мне в завершении нашего с вами такого приятного разговора подарить вам данную карту. Я знаю, что вы очень любите путешествовать, и я думаю, что с данной картой ваши путешествия расширят. Спасибо за приятный бонус. Ну а вам успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо. На следующей неделе в Минске откроется 26-й международный кинофестиваль «Листопад». Всего на форуме покажут 154 фильма из 50 стран мира. Камера мотора начали, всем проектам скажут 1 ноября. Откроет крупнейший кинофорум страны болгарская картина «Отец». Тем временем и в нашем регионе предстоящая неделя обещает быть насыщенной культурными событиями. Дождитесь нашего традиционного анонса. А пока расскажем вам о том, чем запомнились минувшие 7 дней. Выставка «Полесская элегия. Потерянная земля». Одним своим названием проникает в душу. Особые эмоции испытываешь от просмотра экспозиции. Еще более яркое впечатление производит история создания этих работ. Красота и тишина белорусского Полесья в зоне отчуждения глазами немецкого художника. Это картины. Картины, на которых с фотографической точностью изображены деревни, где уже более 30 лет не живет человек. Но несмотря на то, что эти места заброшены, они не утратили своей красоты, а по мнению художника она лишь трансформировалась. С 2015 года немецкий художник Герман Бус несколько раз приезжает на Гомельщину в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Здесь он фотографирует покинутые дома, дороги, а также природу, которая теперь главенствует на этой территории. Дома в Германии он за год создает 35 полотен и возвращается в Беларусь с выставкой. Чтобы показать, невидимый враг уничтожил все человеческое, природа же продолжает жить своей жизнью. В выставочном зале университета имени Франциска Скорина представлены и другие работы Германа Бусса. Познакомиться с творчеством немецкого художника можно до 6 ноября. Ход свободный. Перенестись во времени и пространстве предложила своим гостям картина галерея Гаврила Ващенко. На неделе здесь презентовали новый проект «Уютный вечер». Первую встречу посвятили Париже начала 20 века. За чашечкой согревающего чая гости окунулись в мир французского искусства, обменялись мнениями, подискусировали и записались в список постоянных участников «Уютных вечеров» в галерее. Обратиться к настоящему через прошлое предлагает живописец Леонид Величко. В Гомельском областном центре народного творчества открылась его персональная выставка. Композиции, портреты, пейзажи и натюрморты в экспозиции свыше 30 работ мастера. Большинство написано в этом году. Как заметил сам Леонид Величко, в последнее время на полотнах все чаще начали появляться философские мотивы. На суд зрителя автор представил целую серию таких картин. Далее анонс культурных событий «Недели предстоящей». Познакомиться с предметами интерьера в стиле эпохи Наполеона III из частной коллекции Сергея Путилина приглашает дворец Румянцевых и Паскевичей. А по данным специалистов картины галереи Гаврила Ващенко, на следующей неделе в Гомель придет месяц «Ай», центральным событием которого станет открытие выставки живописи и графики витебского художника Олега Прусова. 31 октября в ДК Железнодорожников пройдет концерт легендарной группы «Нэнси». Коллективу в этом году исполнилось 25 и к своему юбилейному туру они подготовили нереальное шоу. Приходите и убедитесь. Тем временем музыканты камерного оркестра под управлением Андрея Глазенкова приглашают гамельчан и гостей города на вальсы, танго и фокстрот. Именно под таким названием они подготовили новую программу, которую сыграют на сцене городского центра культуры 1 ноября. На этом пока все. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Сергей Лукашук. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова